Январь время новогодних и рождественских праздников и традиционно на Руси это время милосердия, когда каждый старается как-то украсить свою жизнь и жизнь других какими-либо добрыми делами. Вот собственно об этом о милосердии в ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Мы будем говорить о милосердии, а не о лечении. Нет, мы будем говорить о лечении, но о лечении не тела, а скорее души. Сегодня у нас в студии человек без медицинского образования. Она не давала клятву Гиппократ, она не назначает каких-либо препаратов, но она лечит, лечит душу. Мы поговорим сегодня о милосердии, о волонтерстве. У нас в студии волонтер Елена Яновская. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Мы задумали поговорить о милосердии, но милосердие это же откуда-то должно прийти. Человек должен захотеть помогать. Это точно нельзя делать по принуждению. Лена, а где они, вот эти ростки, откуда они берутся, когда появляется это желание, что ты хочешь уже не только для себя жить? Ну, это душа. Так просит душа, так просит сердце. У меня часто возникает вот эта фраза «по зову сердца» от души. Душа захотела. Наверное, это оттуда. И кому-то это дано, мне это было дано сразу. Кто-то к этому приходит, кто-то этому учится. Сразу врожденок, то есть это не привито, как вот прививают росток, например, к стволу дерева? Наверное, спасибо моей маме. На ее каких-то поступках, примерах я формировалась, и у меня это было давно-давно. А это тоже была какая-то системная ее помощь кому-либо? О чем речь вообще? Я про маму. Про маму. Мама у меня работала в детском доме, и я к ней часто приходила на работу. И там всегда есть кому помочь, кого успокоить, кого приласкать. Вот, наверное, оттуда все идет. Ну, то есть мама не как-то не вела какую-то специальную линию, а просто сама жила так, и ребенок смотрит на нее? Да. То есть никаких бесед, что надо так, а не так, не было. Это просто естественно. Шло естественно. Мне кажется, вот это здорово, когда с детства уже ты, в общем, впитываешь это, и для тебя уже не возникает вопросов надо, не надо, а сложно, не сложно. И если мы сейчас говорим о помощи, то, например, ну, я нередко слышу такие разговоры, что, ну, я бы, да, я бы тоже, наверное, хотел помогать, хотела, но я достаточно ограничен в средствах. Вот. Мне в последнее время очень нравится фраза, а что так можно было? Она у меня периодически в голове звучит. На самом деле, если ограничен в средствах, можно помочь, ну, какими-то словами, чем-то таким. Мне, например, присылают иногда переводы какие-то на добрые дела, кто-то 150 рублей присылает. Ну, вот из этих вот денежек складывается сумма, и получается купить дорогостоящее лекарство кому-то. Вот. Знаете, вот, ну, например, у меня дома валялась маленькая хорошенькая игрушка. Ну, куда ее деть? Выбросить жалко, она была очень хорошенькая, пушистенькая. И мне пришло сразу в голову, а я ее брошу в сумку, вот буду идти по улице, у кого плохое настроение, я возьму и подарю ее брошечку. Серьезно? Да. Так, и что было дальше? Прошло какое-то время, я про нее, я ее периодически доставала, где-то что-то, а, да, вот. И вдруг я иду, и идет девочка-подросток, она была настолько убита, что-то у нее произошло. Она идет, вот, в пол смотрит, человеку очень плохо. Тут подхожу я, я говорю, у меня для вас что-то есть. Достаю игрушку, говорю, вы знаете, как долго она вас ждала? Она вас уже любит, она ждала встречи с вами. Что было? Какая реакция? Сначала девочка опешила, потом она плакала, потом я плакала, мы обнимались, оказывается, она поругалась с мамой. Я ей говорила, что мама тебя знаешь, как любит. Я сама мама, я знаю, как мы вас любим. Вот, и в результате девочка с этой игрушкой шла, вот, прижав к себе эту игрушку, я смотрела ей вслед, там, господи, как здорово. Как счастье, что есть такие вещи в нашей жизни. Лен, я, ну, поскольку мы знакомы, да, давно, я думаю, что мы, наверное, будем общаться на «ты», не делать вид, да, что этого не существует. Так вот, когда человек хочет кому-то помочь, вот как ты сделала в этой ситуации сейчас, должен ли человек думать, какая будет обратная реакция? Ведь, по сути, эта девочка могла подумать, что ты умалишенная, сектантка, там, ну, что угодно. То есть, если бы она тебя оттолкнула, тебя бы это как-то остановило, что? Ну, я бы, наверное, расстроилась, внутри бы немножко всё сжалось, но я бы подумала, что, ну, в следующий раз я сделаю то же самое. Я всю жизнь делаю то же самое. И редко бывает так, что какая-то вот такая реакция. И я не думаю о том, какая будет реакция. У меня просто веление души, мне так надо. И в основном я получаю такие реакции неожиданно хорошие. Люди так раскрываются, и, оказывается, им это так надо. А им так хочется какого-то участия, какого-то тепла. Вот мой опыт общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья говорит о следующем. Нельзя оказывать помощь, если тебя об этом не просили. Например, вот первый порыв, даже меня как обычного человека, я вижу, что кто-то на коляске, например, не может преодолеть барьер. Или, ну, просто вижу человека в коляске. Мой первый порыв – повезти, помочь, подкатить что-то. Но я от этих людей знаю, что они не любят такой помощи, и она, более того, бывает иногда для них крайне нежелательно и вредна. Что с этим делать? Вот. Я сейчас пытаюсь, все равно хожу вокруг да около, чтобы нам как-то объяснить, пояснить, если ты хочешь помогать, всегда ли надо помогать, нужно ли сдерживать в себе это желание, будет ли полезна твоя помощь? Наверное, не всегда это нужно, но если душа просит, может быть, это интуитивно. А я не совсем согласна с этой поговоркой, с этим изречением, что тебя не просят, не помогай. Потому что многие стесняются просить, многие не умеют просить. Я знаю людей, для которых попросить – это я лучше сам сделаю, чем попрошу. Поэтому человек нуждается в помощи, стесняется, а ты пройдешь мимо, а вдруг ему это не нужно. Ну, наверное, можно спросить, вам нужна помощь, прежде чем начать эту коляску толкать. Коляску тягать. Ну, конечно, да. Лен, я знаю, что много лет, наверное, уже, да, вместе с другими волонтерами ты помогаешь жителям домов престарелых, бабушкам, дедушкам, которые там живут. Вот. Там действительно много совершенно одиноких людей? Да, есть совершенно одинокие. Есть бабушки, дедушки, у которых есть дети. И когда я стала туда ездить, я пересмотрела многие вещи. То есть у нас в обществе существует такое понимание, позор маму, папу престарелых определить в пансионат. Они сейчас пансионаты называются. Нет, я с этим не соглашусь. Мне кажется, во-первых, они там живут хорошо. Конечно, дома лучше. Но если ты один целый день сидишь запертый в квартире, а дети работают, что естественно. После работы они приходят и не до тебя, и не до твоих рассказов, как тебе скучалось и все прочее. То, ну в чем же тут плюс? А там они все время с кем-то. Там медперсонал постоянно может прийти на помощь, если тебе стало плохо. Если ты один, и тебе плохо, и ты упал, и весь день будешь лежать. Даже вот с этой точки зрения. Там с ними занимаются. Там вкусно кормят. К ним всегда можно прийти, навестить. Даже если ты ругаешься с соседкой, это все равно общение. Да, да. И там столько долгожителей, и у них глаза горят. Поругаться-то это тоже эмоция, а то, ну, поругаться не с кем. И, например, мужчина без ног, я говорю, дети есть. Я говорю, а как же он? Так а что же это, дочка меня будет тягать? Такого тяжелого. А помыться, а то все. Я лучше, я сам сказал, чтобы меня сюда отвезли. Такая вот позиция существует. Ну, пересмотр большой у меня был. Каждый год, чаще всего в декабре, мы видим, благотворительные организации размещают призыв собирать какие-то подарки для именно бабушек и дедушек из пансионатов. Из твоего опыта, что важнее всего? Привезти подарки, собрать деньги, провести для них концерт. Что все-таки важно? Они рады всему. Конечно, когда не было пандемии, карантина, и у нас было живое общение, вот это было очень важно для них. Когда подержать за руку, обняться, посидеть, она пахнычет, ты ее пожалеешь. Сейчас другой формат у нас общения, мы зачастую не можем к ним прийти. Но мы у них есть, им уже теплее от того, что мы о них помним, мы снимаем для них концертики, им показывают эти видео, они видят знакомые лица, и им как-то вот теплее. А так и подаркам рады. Любое внимание для них очень приятно. Я заявила вначале, что мы будем говорить об исцелении, о лечении души. Существует вот оно в данной ситуации? Видела ли ты какие-то примеры, когда действительно вот общение волонтеров, их визиты, их забота, кого-то, ну, может быть, возвращали к жизни не физически, а именно вот так, из беды, из горя? Вот, вы знаете, нам рассказывают, что после наших визитов, после концерта, неделю, говорят, все ходят в хорошем настроении. И потом все утихает, утихает, они начинают грустить, а тут наш новый визит, и так вот поддерживаем вот это настроение. А потом сейчас вспомнила, была одна бабушка, и у нее была полная деменция, она ничего не помнила, ничего не узнавала. Но когда мы приезжали с концертами, она садилась на диванчик, она помнила песни, все слова, она подпевала слова. Человек, который не помнит даже, как ее зовут, а песни она помнит, она поет, сидит и поет. Все непросто в этом мире. Да. Сейчас все-таки я хочу еще приоткрыть карты, показать нашим зрителям небольшой сюжет, кто такая Елена Яновская, чем она занимается. Давайте посмотрим. Это началось давно. Потребность помогать у Елены Яновской была еще с детства. Тогда она спасала кошек и собак, покупала продукты инвалидам, убиралась у пожилых соседей. Потом с волонтерами навещала старичков в домах престарелых, а однажды оказалась в приюте для бездомных. Когда я туда зашла, вот оттуда пошло вот это выражение Бармалеи. Потому что там были реальные Бармалеи, вот с такими волосами, вот с такими бородами. Вообще полный трэш. Бармалеев Лена стригла целый день, пригодилось парикмахерское образование. А пока стригла, пока общалась, поняла, что оставить этих людей без заботы уже не может. С тех пор Елена уделяет много внимания бездомным, отсидевшим, отверженным. То есть тем людям, которые других волонтеров отталкивают. Ее подопечные поднимаются со дна и опускаются туда вновь. Но это не останавливает волонтера. Даже если он пожил, ну, год нормально, хорошо, в тепле, ну, это же здорово. Лена говорит, что очень хочет поменять картину мира на светлую, как лампочку включить. Многие живут в такой темноте, в таком одиночестве, в таком холоде. И кто знает, возможно, у нее это и получится. Для некоторых людей точно. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим не о лечении тела, а о лечении души. У нас в гостях волонтеры Лена Яновская. Лен, из сюжета мы видели твоих подопечных. Ну, я буду сейчас говорить отверженные, да. Вообще, тема, которой подойти очень сложно, о которой давно хотелось поговорить. Вот эти отверженные. Кто может таким стать? Насколько сложно раз и оказаться за чертой? Вот кажется, что это какие-то асоциальные личности, что они прям вот и обречены были заранее на это. Так ли это на самом деле? Вообще, вот одна из моих любимых поговорок – «Китайская мудрость» – «Не суди, не зная своего будущего». Никто из них не знал, что середина, конец их жизни будут такими. Я всегда смотрю на них и думаю, у них ведь были мамы, папы. Разве они знали, что их дети окажутся вот в таком положении? Очень легко там оказаться. Очень много судеб я видела. И, например, это люди, обманутые черными риэлторами. Человек в одночасье оказался без квартиры. И вот эта растерянность, особой помощи нет ниоткуда. То есть, если ты пробивной, ты еще сможешь что-то изменить, но зачастую опускаются руки, это же очень страшно оказаться на улице. А тут бутылочка, а тут отчаяние. Ну и люди скажут, сам виноват. Сам виноват, кто тебя опросил. Вот, всякое бывает. Расскажу историю без названия имен, но тоже вот сейчас она у меня вспомнилась. Есть, он еще жив, этот человек. Он жил с женщиной в своем доме. Все было прекрасно, добрейшей души человек. Женщина умерла, пришла ее дочь. Насколько я поняла, она из мест лишения свободы привела своего сожителя. Наркотики. Дедушка им, естественно, мешал. Сожитель его периодически избивал, душил и т.д. и т.п. И в какой-то момент этот дедулька в борьбе как-то нанес такие травмы, которые не совместились. Он защищался. Он защищался, да. Но убийство налицо. И вот с этим ермом убийства, убийца он, попал в тюрьму. А когда вышел из тюрьмы, дочка провернула какие-то махинации и снесла его дом. И он остался просто без всего. И вот эта его отсидка, она, в общем, в хороший пенсионат его не взяли. Он нормально, он неплохо живет, но все могло быть лучше. Все могло вообще так не быть. Да. Насколько я понимаю. Если бы кто-то оказался рядом и захотел ему помочь, да? Да. И, наверное, один из самых таких больных вопросов, который без конца муссируется в обществе. А надо ли им помогать? Конечно, надо помогать брошенным животным. Конечно, надо помогать детям-сиротам. Надо даже помогать многодетным семьям. Но вот отверженным людям без жилья, пьющим, вернувшимся из мест заключения, кому некуда пойти, общество в большей степени считает, что им помогать не нужно, потому что это порождает инфантилизм и, в общем, ни к чему не ведет. Вот, знаете, помощь ведь тоже разная бывает. Наверное, самая большая помощь им, это когда в них веришь, даришь им какую-то любовь. Они меняются, они как-то меняются от этого. То есть, знаете, если помощь, он хочет выпить, и я принесла ему бутылку, да, вот эта губительная помощь. Все остальное я считаю помощью во благо. Вот буквально, знаете, буквально недавно я встретила человека, он приютский, у него сейчас все более-менее нормально. Он вернулся из тюрьмы, и он мне говорит, что помните Володю? Я так и не вспомнила этого Володю. То есть, они там в тюрьме встретились, и он там умер. И вы знаете, говорят, он умирал и говорил о вас. То есть, он вспоминал меня в последние минуты. Как я одежду приносила, как я вкусняшки привозила, как я концерты давала. Ему больше некого было вспомнить. Вот что удивительно. То немногое, что я сделала, для него оказалось. Но это его, получается, не спасло, Лен? Не спасло, но что-то человеческое пробудило в нем. Например, знаете, тоже в приют попал тоже Володя из мест лишения свободы. Он был настолько озлоблен. Я привезла что-то вкусное, я угощаю, и он мне говорит, не надо мне ничего. Вот прям вот так вот он сидит, у него глаза прям вот полной ненависти. Я на это не обратила внимания. Говорю, ему потом передадите. Знаю, что ему из одежды нужно то-то, то-то. Привезла молча. Думаю, мужчина агрессивный, я не буду. Я просто помирить потом. И ушла. Постепенно он настолько теплился. Сейчас он живет в пансионате. И когда я приезжаю в пансионат, он настолько мне рад. В прошлый раз приезжали мы, еще лето было. Он пошел, ободрал клумбу, которую так старательно высаживали. Он дерет оттуда цветы, на него кричат, ругаются. А он молча продолжает рвать эти цветы. И он мне, мне эти цветы. И тоже там приютские женщины говорят, он тебя боготворит. Ну вот. Но это ведь, получается, и есть излечение души. Я думаю, что да. То есть если бы предположить, вот, конечно, слагательное наклонение, это вообще ни о чем, но тем не менее. Если бы как можно больше людей передавали вот это тепло и добро тому, кому оно необходимо, то мы бы получали в конечном итоге ответную реакцию такую же? Да. Вот закон бумеранга, он существует как про плохое, так и про хорошее. Ты делаешь хорошее, тебе возвращается. Причем я прям вижу уже этот бумеранг, как он в меня летит хороший. Для меня это вот отдача, когда человек улыбается, и что-то человеческое из него пошло. Лен, я знаю, что есть приюты, которые опекают и контролируют государство для бездомных. А есть такие стихийные, о которых государство, может быть, даже и не знает. И понятно, что если в первых, там у них все-таки будет и крыша, и питание, и одежда, то вторые, как они выживают, и какие реальные проблемы есть вот у этих людей? Они же, ну вот мы как думаем, вот они пошли где-то там, украли, выпили, украл-выпил в тюрьму, как в известном фильме, да? Какие реальные проблемы у них там есть? – Проблем, конечно, достаточно. Чтобы выживать, им приходится клеить какие-то объявления, чтобы оплачивать аренду. Церкви помогают. Вот три приюта, я знаю, где церковь помогает оплачивать аренду дома, где они живут. Еда, то, что приносят вот волонтеры. Я периодически закупки делаю, приношу им какую-то еду. Лекарства, опять-таки, вот то, что получается купить. – Но они, понятно, что лишены медицины. То есть они не могут пойти куда-то в поликлинику, всего, скорее, у них нет никаких документов, да? – У большинства нет документов, и восстановить документы – это архи-сложно. – Почему? – По разным причинам. Даже государственный приют, который занимается восстановлением документов, иной раз паспорт восстанавливают пять-шесть лет человеку. Потому что вот эта бюрократическая машина или что, я не знаю, такие сложности. Я пыталась, ну, помогала восстанавливать документы, это очень тяжело. Приходишь в организацию, никто ничего не объясняет, на тебя смотрят как, ну, просто. А человек, который вообще в отчаянии, который и читает-то плохо, ему восстановить вообще нереально. Вот если бы юридическая какая-то помощь, какой-то бесплатный юрист помогал хотя бы составить заявление, объяснял, куда пойти, как решить это. – Они не вызывают жалости, им никто не хочет помогать. А вот у тебя, кстати, вызывают. – Наверное, не жалость, а сострадание, вот какое-то, сочувствие. Жалость – это что-то такое для меня непонятное. Жалеть, сидеть, плакать и жалеть. Нет, вот просто действуем каким-то помощью. – Деятельная помощь. – Да. – Что конкретно, Лен, вот давай про этот, например, приют, который негосударственный, что ты для них реально делаешь? Я не просто так сейчас расспрашиваю, а к тому, что, может быть, кто-то захочет присоединиться, чтобы было понятно, что вообще можно. – Ну вот, очень нужна помощь юридическая. Много человек, которым вот помочь бы восстановить документы. – И, возможно, он бы устроился на работу? – Да, да, на работу. Например, есть человек, у которого есть дом, но за большие долги отключили все коммуникации, дом в другом городе, и ему просто куда ему с этим идти, с этой проблемой. Он даже не знает, что с этим домом. Если бы нашелся человек, который подсказал, как решать это, возможно, у него был бы свой дом. И не жил бы он в приюте. Еще что можно? Лен, у меня такой вопрос. Если, например, просто приносить продукты, людей кормить, но это же порождает... То есть все время хочется результат. Вот ты их кормишь. Ну а им и хорошо. А зачем искать работу? А зачем что-то еще делать, когда и так тебе принесут? Порождает ли это ежедневенчество? Добро-то оно, конечно, добро. На моем, допустим, примере, два приюта, в которые я ношу продукты, один работный дом, те, кто могут работать, живут там. И они помогают второму приюту, в котором инвалиды. Вот я в основном ношу вот этим инвалидам, людям, которые работать уже и хотят-то не могут. Но был случай, когда приютская девушка молодая встречалась с парнем, родила ребенка, и они мне вот... Она звонит ей через три дня рожать, а она мне сообщает, что ей нужно. От... Ну все, от бутылочек до пеленок. Ничего они не сделали. Я ринулась помогать. И кроватку, и коляску. Коляску они потеряли. Ну, понятно, в каком состоянии. Вторую коляску. И тут у меня щелкнуло. А что, собственно, я делаю? Мне это все тоже не так легко дается, вот эти все поиски, розыски. А пусть он устроится на работу. И я им об этом сказала. Они обиделись, но перестали мне звонить. Я не знаю, к сожалению, как они живут, но что-то у меня щелкнуло, что вот в данной ситуации эта помощь не нужна. Угу. Лен, у нас остается совсем немножечко времени до конца программы. Может быть, ты бы хотела вот именно какие-то свои мысли, а не те, на которые ты отвечаешь на мои вопросы. Что важно еще нам сегодня вот именно сказать? Так, что еще хочется сказать? Хотелось мне, знаете, какую тему поднять? Что вот библейская фраза «По вере воздастся». Во что верим, то и получаем. Мне очень хочется донести такую мысль, что давайте верить в хорошее, давайте верить в добро, давайте не зацикливаться на негативе. И все будет выравниваться, все будет все лучше и лучше. Но это не утопия? Нет, это не утопия. Во что веришь, то и получаешь. Я так много раз убеждалась в этом. Сейчас вот эта пандемия, все подавленные, у всех настроение гуляет. Но прям вот насильно верить в хорошее. Вот сейчас зима, начинаются снегопады, наверное, придут морозы. Вот те люди, которые не имеют своих углов, не имеют своего дома. Вот в каком положении они сейчас окажутся? Они окажутся в положении плачевном. У нас сейчас в Самаре и в области существует всего три государственных приюта. Один из них, который в Самаре, переоборудовали в реабилитационный центр и туда не берут с улицы. И два в Тольятти. Дойдет ли он до Тольятти? На самом деле таких людей больше, которые нуждаются в крыше над головой? Их очень много. Их очень много. Угу. Я знаю, где часть из них ночуют. Это, конечно, все очень... Лен, а вот какой все-таки реальный призыв? Вот сейчас, да, мы... Давайте верить в добро. Что еще? Все-таки... Вот люди реально хотят что-то делать, как-то помочь. Что? Куда пойти? К кому податься? Вообще, конечно, большая мечта и цель открыть приют. Открыть приют, как это было раньше, куда могут прийти любой переночевать, погреться. Для этого нужно помещение, для этого нужно оснащение и все прочее. Может быть, на каком-то государственном уровне. Тогда, наверное, сейчас, перед тем, как попрощаться, договоримся так. Я могу через себя, если на меня выйдут желающие, потом связаться с тобой. И, возможно, все это и случится, и получится, если найдется определенное количество способных. Я верю в чудеса. Способных. Отлично. Ну, на этом мы, собственно, и завершаем сегодня нашу программу. Это была Елена Яновская, волонтер. И давайте верить в добро. Редактор субтитров А.Семкин